Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем наши космические приключения в игре X4 Foundation с дополнением Колыбель Человечества. В прошлой серии мы успешно завершили сюжетную ветку за секретную службу землян, научились перемещать нашу штаб-квартиру из одного места в другое, а также начали захватывать ксенонские сектора. За кадром я захватил все ксенонские сектора по заданию Далл Буста, а именно это череда Тарка стала теперь зеленым, матрица 79B и шпоры дикаря. Теперь все эти сектора принадлежат нам, но правда задание Далл Буста у нас пока что со всей душой к пиратам не выполняется, потому что ни с того ни с сего у нас вот здесь в одном из секторов череда Тарка вдруг появилась ксенонская станция. Отсюда я уже отвел весь свой боевой флот, я решил захватить пограничный край и успешно у меня это уже получается. Здесь я разбил несколько защитных станций, здесь сейчас мы щемим и разбиваем защитную платформу, да уже наполовину, и потом последнюю защитную платформу мы разобьем. После этого у нас уже готова, кстати, оборонительная платформа, после этого весь сектор будет полностью принадлежать нам и дальше нам придется уже заключение Атии. Кстати, когда вы выполняете вот такие вот задания по захвату или разрушению, например, защитных платформ или захвату ксенонских секторов, лучше всего смотреть на предложение миссии. Иногда бывают такие предложения, что, например, уничтожить защитную платформу, у меня такое было задание, вот здесь прямо на входе была защитная платформа, и я получил 25 миллионов денег здешних, это очень круто. Но в настоящий момент у меня пока что нет такой возможности, поэтому я просто уничтожаю для собственного удовольствия и для того, чтобы сектор пограничный край полностью перешел к нам. У него здесь, кстати, довольно богатое месторождение различных минералов и газов, так что это все нам, друзья, пригодится. Также я хотел вам показать, чем я занимался за кадром. Я расширил нашу аргонскую станцию, которую мы делали в прошлой серии по заданию Делай Лассератори. Давайте я вам ее покажу. Я здесь добавил несколько дополнительных модулей для того, чтобы у меня была полная технологическая цепочка по производству систем упреждения. Они сейчас у меня как раз производятся. А также я уже вышел даже в плюс, несмотря на то, что всего лишь несколько, буквально часов назад я ее сделал, у меня уже пошло в плюс, и я здесь начал зарабатывать деньги. Нам теперь осталось привезти только руду для того, чтобы у нас очищенные металлы вот здесь вот пополнились, и началось производство вот очищенных металлов для того, чтобы делать детали корпуса. Но пока у нас детали корпуса, слава богу, есть на базе, поэтому никаких перебоев с производством систем упреждения у нас сейчас нет. А скоро к нам прилетят космические корабли и привезут нам руду. Я, кстати, на эту станцию назначил собственные два корабля. Вот Бола Газ и Бола Минерал. Во-первых, у нас засчиталось задание, а во-вторых, они у нас привозят, ну вот странно здесь, вот, да, руду начал наконец-то привозить. А также сюда я поставил крупные торговые корабли Буйвол, которые у нас привозят и отвозят различные товары, и на этом тоже неплохо зарабатывают деньги. А также я немножко расширил нашу штаб-квартиру. Давайте я вам сейчас ее покажу. Итак, я здесь добавил несколько новых производств. Вот, например, металлические микрорешетки, рационное питание, протеиновая паста у нас была уже в прошлой серии. Здесь я произвожу медикаменты и карборунт, и у нас эта база штаб-квартира уже давным-давно вышла в значительный плюс. Почти 14 миллионов она у нас заработала. Смотрите, как у нас стало после того, как я построил технологические модули, как у нас резко пошла прибавка наших собственных доходов. И вот так вот теперь выглядят наши новые штаб-квартиры. Иногда сюда подлетают какие-то пираты, начинают обстреливать, мне выдается сообщение, и я сюда перевожу несколько наших боевых кораблей, которые защищают эту станцию. Вообще, конечно, по смыслу сюда бы надо привязать какой-нибудь истребитель, чтобы он у нас постоянно защищал. И в настоящий момент я сейчас делаю еще один эсминец. Это гремучая змея, мне они очень понравились, потому что у них 4 пушки, и они довольно быстро справляются с различными врагами. И после того, как я захвачу пограничный край, наверняка у нас появится задание захватить заключение Атии, а после этого порочная логика, и у нас мы выполним это задание. Я знаете, как еще понял? Разные расы дают задание на захват ксенонских секторов. То есть, если мы сейчас переместимся вот сюда, вот, это у нас свободная лига паронидов, да, свободное общество паронидов, то здесь у нас будут задания, как раз связанные с тем, чтобы освободить, например, вот эти вот ксенонские сектора. И то же самое вот в других там паронидских, таладийских секторах, в сплитских секторах. Что ж, друзья, давайте я сегодня предлагаю вам начать, наконец-то, выполнение сюжетной ветки. Давайте мы сразу же телепортируемся в нашу штаб-квартиру, и здесь у нас бой сам продолжится, сам собой, а здесь мы вышли в пространство, находящееся под защитой. Давайте выходим отсюда, посмотрим, может быть здесь у нас людишки, ну, я заметил, что в штаб-квартире нет хороших людей. Очень хорошие у нас пилоты, это парониды и сплиты. Вот в тех секторах лучше всего летать и там собирать людей. Так, что мы здесь пойдем в научную лабораторию? Сейчас мы можем переговорить с босса Та, там вроде бы он о чем-то хотел с нами поговорить. Нет, к сожалению, на этот раз он с нами разговаривать особо не хочет. Ну, здравствуй, долбусто, у тебя к нам есть какие-то задания, я уже готова их выполнять. Вратак с плитом, это мы начнем сплитскую ветку, и гражданская война паронидов, я не понял, мы же ее выполнили уже в позапрошлой серии, давайте посмотрим, может быть здесь какие-то завершающие миссии у нас остались. Ну что ж, давайте, гражданская война паронидов. Да, конечно. Во что именно я вписываюсь, подождем до лучших времен, ну давайте узнаем. Ну что ж, вот как мы будем действовать. Я взял на себя смелость разделить наши дипломатические усилия на несколько отдельных этапов. Каждый шаг потребует серьезных вложений и решительных действий. Не стоит ожидать, что изменения произойдут одним махом. Как и всегда, я по возможности постараюсь предсказать политические и экономические результаты. Да, только у тебя обычно никогда ничего не получается. Давай тебе возможность отгонить. Стоит ли он твоего времени и сил? Если что-то не ясно, загляни в брифинг и бортовой журнал. Я буду добавлять несколько комментариев перед началом каждого этапа и после их завершения. Разумеется, если результат тебя уже удовлетворяет, ты всегда можешь выйти из игры и предоставить фракции их собственной судьбе. Нет необходимости отрабатывать весь план сразу, да, собственно, и вообще его начинать. Ну, понятно, друзья. Здесь у нас дополнительные задания по гражданской войне паронидов. Во что именно я вписываюсь, я в твоем полном распоряжении. Супер! Рассмотрим текущее положение дел. Наш приятель Краманшки Слад теперь вовсю использует последнюю выходку Гриды в качестве прецедента для объединения паронидов против якобы растущей внешней агрессии. Если его начинание будет подхвачено и получит развитие, понтификам будет не до планов по захвату чужих территорий. Его миротворческому флоту, безусловно, потребуется приличный эскорт для защиты от диссидентов и иностранных диверсантов. И... Вот тут и принимаемся за дело мы. Понятно. Нам, наверное, нужно будет предоставить какой-то боевой флот. Давайте узнаем. Ну, как делишки? Вратак с плитом и вернуться. Странно. Но он сказал нам, что подробности вы можете прочитать у себя задание в брифинге. Ну что ж, друзья, давайте выполняем сюжетную миссию за сплитов. Вратак с плитом. Поехали. Итак, вот что я выяснил в Альянсе Слова о вновь присоединенных системах. Изгои и преступники ищут защиты у свободных семей, в то время как знатные семьи объединяются под руководством Верховного Патриарха Зьярта. Патриаршая палата довольно отчуждена и слишком изолирована, чтобы рискнуть туда сунуться. Там пытается править бал целая куча партий, располагающих хорошими связями. Как у политических аутсайдеров, у нас не будет ни малейшего шанса. Свободные семьи, та еще банка с пауками. Политические структуры у них весьма невразумительны, но зато они не так уперты в свои каноны. Как бы то ни было, они являются грозной силой и могут коренным образом переломить ситуацию у сплитов. Вот потому-то нам следует наладить там более тесные связи, чтобы научиться использовать политическую ситуацию в наших интересах. Это будет не так-то просто. Да я понимаю. Исходя из известных мне фактов, большинство сплитов не особо горят желанием сотрудничать с чужаками. Что ты узнал о фракции? Наиболее важным событием в новейшей истории сплитов была битва в пожарах разгрома. В этом решающем сражении Патриархат Зьярд разбил коалицию свободных семей. То есть свободные семьи потерпели поражение. Патриархат уже официально учредил в пространстве свободных семей свой собственный суд и полицейский надзор. Итак, каков твой план, чем могу помочь тебе я? Ну, каков твой план? Я найму корабль, чтобы меня подбросили на их торговую станцию. Постараюсь там разузнать поподробнее об их экономике. Тебе лучше не высовываться, потому что тебя считают мертвые. Должен сказать, мне весьма любопытно, что можно выяснить, читая ведомости компаний и финансовые отчетки. Итак, чем могу тебе помочь я? Поскольку врата вновь воссоединились, некоторые сплиты завершают здесь свои дела, чтобы возвратиться к своим семьям и привычному укладу жизни. Чтобы побольше разузнать о них, тебе следует предложить свой корабль в качестве средства передвижения. Катать всех подряд сплитов и набиваться в друзья звучит неплохо? Давайте первым. Разумеется, нет. Я отыскал одного сплита, который, как я подозреваю, помимо всего прочего, довольно тесно связан там то ли со свободными семьями, то ли с оккупационными силами патриархата. Личность, к слову, крайне подозрительная. Они все там подозрительные. Он достаточно регулярно совершает поездки под разными именами, так что, скорее всего, это своего рода контрабандист, потенциально имеющий связи с другой стороной. Чтобы разузнать о нем побольше, тебе следует помочь ему с выездом, втереться в доверие, возможно, подружиться, чтобы вытянуть из него какие-нибудь контакты. Будьте осторожны, чтобы при перевозке случайно не стать соучастником незаконной контрабандистской операции. На данный момент у меня все. Долбус-то нам рассказал свой план, нам нужно будет втереться в доверие сплитов и что-то разузнать, а сам он тоже полетит на торговую станцию и там будет узнавать. Я могу отправиться немедленно. Он хочет, чтобы его везли на корабле С размера. А у меня сейчас как раз здесь пристыкованы маленькие яки. Я сообщу тебе его местоположение, как только выясню. Ну все, мы со всеми поговорили, больше, скорее всего, он нам ничего не захочет сообщить. Ну как делишки? Вратак сплитом. Да, он больше с нами не разговаривает, босса та тоже не дает нам никаких... Приветствую тебя. Не дает нам больше никаких дополнительных заданий. Ну что ж, нам сейчас нужно будет отправляться к сплитам. Давайте, нам сказали, что нужно забраться на свой корабль. И, скорее всего, после того, как мы взлетим, нам дадут координаты... Я засел его текущее местоположение. Передаю данные. Отлично. Ну что ж, полетели тогда, друзья, сейчас по данным этих сплитов. Заодно можно будет посмотреть, насколько крутая у нас сейчас наша штаб-квартира. Посмотрите, сейчас я развернусь, посмотрите, как я ее расширил. У нас здесь теперь настоящие большие заводские производства. С этой стороны у нас всего лишь причальная станция. А вот с той стороны у нас вот за этим камнем действительно большое, огромное производство. Здесь у нас наши шахтерские корабли, торговые корабли. И вот такая у нас уже стала настоящая серьезная станция. Наша штаб-квартира с жилыми модулями, с системами хранения. И даже с большим портом для пристыковки вот таких вот крупных кораблей. Знаете, удивительно, вот эти крупные корабли пристыковываются даже намного чаще, чем вот те вот мелкие корабли. Давайте посмотрим, насколько там будет удобно. А, это просто коннекторы. То есть пристыковка мелких кораблей у нас идет вот за этим камнем. Сейчас подлетим, посмотрим. То есть крупные корабли даже чаще пристыковываются, чем маленькие корабли С-класса и М-класса. Для М-класса я создал вот здесь вот огромную платформу на 8, кажется, кораблей М-класса. И малюсенькая у нас есть еще где-то платформа. Она там буквально 1 М-класс и штук 5 С-класса. А здесь дополнительное хранение. У нас не хватало жидких веществ, поэтому мне пришлось пристыковаться сюда, потому что там уже не особо у нас все хорошо получалось. Смотрите, это наш аллигатор, который добывает у нас газ в этом секторе и привозит на станцию. Мы, кстати, давайте посмотрим, как у нас дела идут в исследованиях. Мы сейчас исследуем телепортации больших масс. И мне кажется, что мы, да, полностью получили все материалы, кроме системы упреждения. Но у нас там торговый корабль. Я думаю, как раз сейчас привезет эти 27 тысяч, как раз. И у нас будет все необходимые системы упреждения. И в этой серии мы сделаем телепортацию больших масс. Давайте, друзья, посмотрим, куда нас хочет отправить наш долбуста. Итак, вот мы взлетели, а перелетать нам нужно будет по заданию, так, со всей душой к пиратам и подозрительный сплит. Нам нужно будет, смотрите, поговорить с подозрительным сплитом, а это миротворцы. Это дипломатический эскорт, то есть это конец задания за парамидов. Поэтому выделяем здесь активное задание и смотрим, куда нам нужно будет сейчас перелететь. То есть мы перелетаем вот на эту вот станцию. Ну что ж, я думаю, что, конечно же, полетит за нас девушка. Где ты, Дэви Кенорита? Вот, Дэви Кенорита. А мы будем заниматься другими вопросами. Например, продолжать отжимать сектора у ксенонов, а также зарабатывать себе огромное количество денег. Ну что ж, давайте Дэви Кенорите дадим задание вот сюда вот стыковаться и ждать. А сами пока посмотрим, чем у нас занимаются наши гремучие змеи. Смотрите, они продолжают здесь щемить защитную платформу, пока все идет. О, смотрите, нам на подмогу пришли земляне, похоже. Они сюда прислали крупный корабль вторжения Токио. Корпус противостояния вторжения и Токио называется. Ну что ж, это хорошо, что они пришли к нам на подмогу, потому что здесь, честно сказать, вот довольно сложно убивать вот эти вот защитные платформы. Не столько проблемы с защитными платформами, сколько проблемы вот с этими вот крупными кораблями. Здесь у нас Осака. Давайте мы ей, знаете как, отменяем все приказы и дадим задание ей атаковать все цели в радиусе, чтобы она помогла вот этому земному кораблю, а он помог в том числе и нам. А здесь у нас все корабли, лебединые песни и гремучие змеи, они у нас атакуют вот эту станцию. Под конец лучше всего подрихтовать, когда уже будет совсем чуть-чуть зеленая полоска. Лучше всего пересесть в один из вот этих вот кораблей и четко уже правильными ударами добить всякие вот эти вот модули. Потому что иногда они начинают переглючивать и у вас станции не считается засчитанной, что вы ее взорвали. И потом вот, смотрите, у нас еще последняя защитная платформа, после этого весь сектор будет наш, потому что мы уже оборонительную платформу здесь сделали. Смотрите, со всей душой к пиратам я вам показал в самом начале, в чем у нас проблема, почему не выполняется это задание. Потому что у нас здесь, я разбил все, у нас задание не выполнилось. И у нас вот этого не было, вот этой вот электростанции ксенонской. Видимо, она строилась где-то в закрытом секторе, и после этого она вдруг появилась, а я уже отвел флот. Следовательно, нам сейчас нужно будет возвращаться, разбить последнюю станцию. И у нас выполнится истребитель всех сенонов в указанных системах, именно трех. Череда Тарка, 79Б и Шпора Дикаря. И после этого нам откроется доступ к торговле Яки. То есть мы сейчас помогаем Яке, ну, как-то продолжать жить. Мы их защитили в одной из предыдущих серий, не сдали землян. И они у нас сами здесь развиваются, спокойно в этом секторе живут. Я думаю, что можно будет поставить здесь несколько наших станций, для того, чтобы торговать вот с пиратской базой Яки. И вполне возможно, она здесь отстроит какие-нибудь свои собственные заводы, которые мы будем пополнять. Здесь вообще, если честно сказать, очень богатые сектора. Посмотрите, друзья, например, вот Шпора Дикаря, если посмотреть, то здесь, смотрите, водорода, много гелия, кремния, метана, даже невидиум есть, руды здесь навалом. Так что все вот эти вот сектора, которые я завоевал, я отсюда буду вывозить все материалы и газы. И как вот я делаю с невидиумом на самом большом своем грузовом шахтерском корабле. Вот у нас магнитар. Смотрите, я здесь заполняю полностью невидиум и перевожу его пока что вот сюда вот на станцию в наше хранилище. Давайте мы сразу вот перевести товар. То есть я его не продаю, я этот невидиум просто скидываю в хранилище. И сейчас я вам покажу, когда у нас вот здесь вот полностью все выгрузится. Смотрите, сколько у нас здесь контейнера наполовину примерно заполнено. Твердые грузы тоже наполовину и жидких грузов у нас 1600. Все остальное по 2, где-то 2 миллиона у нас кубических метров. Ну все, давайте. Мы здесь заполняем это все. И он у нас потом в автоматическом режиме перелетит обратно и будет добывать невидиума. Кстати, вот этот вот аллигатор минералы я перевел из среточения и желчности, потому что у нас здесь была проблема, раньше была проблема, что у нас здесь некуда было скинуть вот эти вот минералы. Я его перевел в безмолвный свидетель и тем самым я продолжил зарабатывать репутацию. Так, давайте посмотрим, что у нас случилось. Поговорить. Таутенфэнд. Так, у них классные названия у сплитов. Что случилось? Что случилось? И еще помни, что мы пытаемся набиться к нему в друзья, так что постарайся ему не перечить. Да я и не собирался ему перечить. Смотрите, нас почему-то ведет именно вот в эту вот секцию. Здесь у нас людей нету. Ну что ж, давайте сейчас поговорим с этим интересным сплитом. Где он у нас? Он у нас в офисе менеджера. Итак. Приветствую. Здравствуйте. Нам нужно поговорить с вашим подчиненным. Здравствуй, Таутенфэнд. Приветствую. Приветствую. Ваш транспорт прибыл. Знаете, у меня там, кажется, места нету. Ну давайте попробуем. Замечательно. И? Сплит отправляется на встречу с сородичами. Так, я бы не прочь узнать о них побольше. Ладно. В знак признательности сплит может поведать вам кое-какие истории. Спрашивайте. Насчет патриарха Зьярта, свободных семей, насчет вмешательства патриархата, насчет рабства. Ну давайте по порядку все разузнаем. Узнаем, кто такой патриарх Зьярт. Патриархальный уклад у сплитов в крови. Вся политика ведется по заповедям Турука. Турука. Зьярт, патриарх всех сплитов. Все-таки здесь хорошая озвучка. Под своей властью всех меньших патриархов. Каков он ваш патриарх Зьярт? Патриарх ведет нас в борьбе за выживание. Он никогда не сдается. Фанатик какой-то. Он прославился в битвах с ксенонскими ордами. Вот это вот хорошо. Семья Зьярт простирает свое влияние все дальше и дальше. Тем временем патриарху Ронкару не удалось удержать империю от развала. И Зьярт взошел на престол, чтобы предотвратить распад великих семей. После перенастройки врат он пережил всех своих бывших конкурентов. И сейчас юрвале остался в живих хоть один сплит, который помнил бы времена, когда на престоле был другой патриарх. Да, интересно, друзья. Ну что ж, я с патриархом Зьяртом у нас пока что минус 15. Нам нужно будет восстанавливать доверие. И я даже немножко зауважал патриарха Зьярта. Насколько стабилен патриарха? Зная, как долго он учил власти, вряд ли стоит ожидать, что его легко свергнуть. Как говорит босса, никогда не знаешь, в чьей власти ты окажешься завтра. Итак, давайте возвращаемся. Спращивайте. Насчет свободных семей теперь хотел бы узнать. Спорящие из боев, предателей и сильных, вроде семьи Ткр. Так, понятно. Вместо экономики настоящие трущобы. Зато какая-то несусветная гордость тем, что они свободны от имперской власти. А что там с семьей Ткр? Опальная семья, ответственная за инцидент с реактором на верфи. Мы до сих пор каждую годовщину поминаем наших погибших сородичей. Устихтены вечно будут преследовать эту проклятую семью. Семьи противляются власти патриархата? Некоторые семьи не хотят следовать патриархальному укладу. Мелкие пиратские банды тоже не горят желанием подчиняться достойному правлению. Короче, этот парень насквозь пропитался пропагандой патриархата. Да я уж заметил. Аккуратнее с ним. Да я уж вся аккуратность. Не стоит пытаться его переубеждать. Итак, возвращаемся. Спрячивать. И у нас есть насчет вмешательства патриархата. Патриархат предоставляет всем сплитам, включая изгоев, предателей и сильных, шанс вернуться и с трущом обратно к цивилизации. Интересно. Но чтобы интегрировать свободные семьи в сообщество сплитов, преступников следует отсеять. Спрячивайте. Насчет рабства хотел бы я узнать. Работорговля у сплитов имеет давние корни. Сплиты не любят слабаков и трусов. Будь то иноземец или хоть собственный отпрыск. Похоже, судьбы рабов вызывают у вас сочувствие. Возможно, вас заинтересуют кое-какие новости. Аргунские рабы просилишали, что врата в их родной мир вновь активировались. Они принялись поднимать восстание. А чтобы их усмирить, патриархат начал настаивать на возвращении прав рабам. Разумеется, свободные семьи об этом и слышать не хотят. Аргунская федерация требует положить конец рабскому труду аргонцам. Но не смогут же они прийти в каждую сплитскую семью и забрать их рабов. Я пропущу это мимо ушей. Я знаю, что в голове удало бусты. Он, наверное, захочет теперь стравить аргонцев со сплитами. Ну и прибудьте на борт. Да, прибудьте на борт. Но мне кажется, места там абсолютно нет. Сферический дятел. А, смотрите, оказывается есть. Взять управление кораблем, сферический дятел. Он у нас недостаточно сильный, к сожалению. Его нужно было бы прокачать. Ладно, пока он идет у нас пешком, я автоматически вот сюда вот перейду. И, смотрите. А, нет, это не он. Это просто какой-то... Хотя нет, похоже, это он. Это просто автомойщик. Нам нужно будет вот дождаться этого Ткерера. И неужели он сейчас прям реально зайдет на корабль? Слушайте, это прям будет очень-очень прикольно. Да, смотрите, он прям подходит к кораблю. Ну что ж, здравствуйте. Можем отправляться. Да, добро пожаловать на борт. Назначение платформы, защитная платформа Теллади. Я думаю, что Дэви Конорита нас отвезет сейчас в автоматическом режиме. Давайте сейчас сферический дятел. Во, у нас заканчивается гремучая змея. После этого я ее переведу на земную верфь. Там я устанавливаю супер-щиты. Потому что у землян одни из самых лучших щитов. Но пока нам нужно заняться делом, а именно перелететь вот сюда к Теллади. Что ж, давайте. Здесь, видимо, какая-то станция находится. Перелетаем. Корабль отбывает в ближайшее время. Все, давай прямо сейчас улетай. А мы тем временем займемся новой гремучей змеей. Нам нужно будет ее перевновать. У нас уже есть гремучая змея 1-2. Оск 1-2. Лебединая песня. Син, кстати, отличнейший корабль. Но мы пока его делать не можем. Нам нужно будет его вверх собственную сделать. Потому что так он недоступен ни на каких других портах и верфях. Все, гремучая змея у нас готова. Сейчас она у нас должна переместиться. Давайте мы ее сразу же переименуем. Итак, информация. Пусть это будет у нас гремучая змея 3. Для того, чтобы легче было понимание. Теперь есть гремучая змея 3. Мы ее сразу же перенаправляем с одной части нашей галактики в другую часть. Вот сюда, на земную верфь. Давайте пока пусть она просто подлетится, стыкуется. Нам нужно будет ее потом немножечко прокачать. Сделать дополнительные щиты, дополнительное вооружение. Я тут полетал за кадром по разным секторам. Поразбивал вот эти вот запертые контейнеры. У меня немножечко там прибавилось электромагнитных пушек. За счет чего я как раз и купил вот эти вот все материалы для дополнительного строительства. Давайте, кстати, посмотрим. Вот, руду наконец-то у нас привезли. Ну, правда, совсем немного. Всего лишь 500 единиц у нас руды. И смотрите, наша станция уже зарабатывает 7 миллионов при балансе 4 миллиона. То есть мы можем отсюда уже забрать 3 миллиона. Все, у нас заработали очищенные металлы. Я здесь делаю следующим образом. Иногда я убираю вот это вот автоматическое количество для закупки. Для того, чтобы у нас сами производство себя полностью снабжали. Так, там она нашла еще один чемоданчик закрытый. Например, смотрите, графен. Я снял вот эту вот галочку, потому что у нас графеновое производство. Ух ты. Это служба безопасности сектора. Сплит сейчас сканировать. Что у тебя есть? Вроде бы ничего у нас противозаконного нет. Разве я не предупреждал свою ассистентку, чтобы она не стала соучастницей незаконной перевозки товаров? Может быть, сам клиент у нас незаконный товар? А странно наткнуться на патриаршую полицию в этом секторе. Я, кстати, не посмотрел, какой сектор. Погоди-ка. Пусть с ними твой турист разберется. Ну что ж, ваш выход. Это Фаутннет. Фаутннет. От имени пилота сканируемого корабля. Капитан. Этот субъект не лишен некоторых неблагонадежных суждений. Да он фанатик. Однако непосредственной угрозы не несет. Итак, друзья, мы там выполнили случайно какое-то задание. Свободные семьи, 24, проведена сделка. И все у нас вроде бы нормально. Слушай, наверное, Долбус-то нам сейчас что-нибудь расскажет интересное. Кто сейчас должен у нас появиться? Так, что-то переглючило? Ну давайте подождем. Жду распоряжений. Вполне возможно, что нам лично нужно будет сесть за управлением вот этим вот кораблем. Так, а у нас все реально что-то все переглючило. Смотрите, как интересно, друзья. Да, похоже, что у нас игра зависла. Мы не можем сюда сесть. И пока ролик у нас, видимо, не закончится, а он у нас даже не может начаться, у нас все здесь будет переглючено. Так, наконец-то она встала. И мы с вами теперь можем управлять нашим кораблем. А система у нас называется Двое Великих. Давайте все-таки посмотрим поподробнее. Может быть здесь у нас в бритинге что-то. Чтобы получить влияние сообщества сплитов, приобрести политический вес, нам необходимы хорошие связи. Поскольку Патриарший двор слишком отчужденно изолирован, мы можем разузнать все подробнее о Патриарших семьях. Таладийская защитная платформа. Наше назначение. Но здесь у нас вообще нет никакой Таладийской защитной платформы. Может быть нам нужно будет переместиться вот сюда. Таладийская защитная платформа. Ну да, нам говорится, что якобы это и есть Таладийская защитная платформа. Хотя это не факт, но мы попробуем сейчас туда перелететь. Итак, друзья, подлетаем к Таладийской защитной платформе. Может быть сейчас у нас тут разглючат. Задержите этого варюку. Какого? Где? Экспресс-транспортер. Пока что я не вижу, но нам было бы неплохо его задержать. Так, вот. Давайте мы сейчас... Готово. Мы получим сейчас дополнительные баллы в этой системе. А пока что нам, наверное, стоит... Разрешение на стыковку получено. Запросить разрешение на стыковку и зайти вот сюда вот на посадку. Ну смотрите, нам написано ждать. Я все-таки думаю, что это, скорее всего, у нас игра переглючила. И, скорее всего, придется, наверное, переигрывать. Хотя будем надеяться на лучшие, друзья. Давайте начинаем заходить на посадку. Стыковка завершена. Может быть... Если вы так интересуетесь культурой сплитов... То... Спасибо за помощь. Так. Подозрительный сплит. Задание выполнено. У нас тут, похоже, одновременно наложилось одно на другое. Плюс шарп с хранения. Давно они сбежали от своих бывших хозяев. С тех пор, как врата открылись, это уже не первый случай неповиновения среди невольников. Известия о могуществе Аргонской Федерации в других областях космоса пробудили в них надежды. Вот только эту группу угораздило взять в заложницы именно нашу потенциальную сплитскую подружку. Чтобы заполучить ее в друзья, придется постараться оказать ей какую-нибудь услугу. Имей в виду, что патриаршая полиция тоже ищет этот корабль. Итак, нам нужно будет разведать угнанный корабль. Давайте посмотрим, насколько здесь крутые у нас... Смотрите, механика две звезды. Сколько ты стоишь? 300 тысяч. Ну, давайте мы его возьмем на лебединую песню Делайлы. Мы всех нанимаем. И в качестве возьмем его обслуживающего персонала. Дороговато, конечно, для таких характеристик. Но у него мораль зато три звезды. Управление есть одна звезда. Все, все, да. Ты постараешься оправдать все наши ожидания. Отпусти нас, пожалуйста. Мы тут обнаружили кое-что. Так, запертый контейнер. Подождите. Ну, уберись, пожалуйста, отсюда. У нас просто накладывается все одно на другое. Из-за этого у нас и глючит. Так, смотрите. Две звезды морали, две звезды абордажа. Вот это вот очень неплохо. А ты у нас какой? Две звезды абордажа, две звезды морали. То есть, примерно двое одинаковых. А здесь у нас механик неплохой. Сколько ты стоишь? 600 тысяч сразу нет. Это слишком дорого. Я не покупаю больше, чем за полмиллиона. Ну что ж, давайте посмотрим. Здесь две звезды у нас морали. А здесь у нас по одной звезде. Вот этот вот будет у нас все-таки получше. Абордажник. 130 тысяч. Давайте мы его тоже наймем на лебединую песню Делайла в качестве абордажной. А все у нас здесь. Так, друзья, давайте тогда... Я не знаю, где у нас еще больше. На Осаке нету мест. На Гремучих Змеях может быть вот... Нет, тут тоже у нас нету мест. Ну, давайте сейчас попробуем куда-нибудь вот на Магнетар. Вполне возможно. Нет, у нас везде уже места забиты полностью. Ладно, давайте не будем тогда покупать этого десантника. Обойдемся без него. И нам сейчас нужно будет отстыковаться и разведать, найти угнанный корабль. Вот тут совсем прям рядышком. Ну что ж, давай, полетело. Отлично. А мы пока посмотрим, как у нас там идет бой. Здесь у нас почти закончили разгром Ксенонской станции. Вот этот вот земной корабль противостояния вторжению нам не особо сильно помогает Токио. А здесь, ух ты, Ксенонский эсминец идет. И вы знаете, это на самом деле может быть большущей проблемой. Давайте мы на лебединую песню Делайла. Так, побыстрее перемещаем. Смотрите, он на полной скорости идет. Нам нужно будет его перехватить, потому что он может загреться на любой из наших кораблей. Либо там на... Ну, уходи давай быстрее. Давайте мы сразу же дадим команду на перехват. Вон, смотрите, как он быстро у нас идет. Окей. Ну что ж, поехали, друзья. 39 километров. Главное, чтобы он не подошел к нашим боевым кораблям. И мы дали бы первый залп. Тут у нас три орудия. 100 метров в секунду он идет. Неплохая. 133. А у нас немножечко добитый корабль. У нас вот постоянно перегреваются наши орудия. Но я думаю, что проблем быть теоретически не должно. Сейчас подлетим поближе. И дадим первый залп. Он сразу загрится на нас. И мы снимем опасность от наших других кораблей. Потому что они бестолковые. Они не умеют сами самостоятельно защищаться. Нужно вот обязательно вручную бить точно корпусом из главных орудий. А они почему-то стреляют только... Ох ты, у нас тут какие проблемы-то, друзья. Да. Атаковать всех врагов. Что ж, у нас пока что разряжено все оружие. Видимо, мы тут мелочь с вами все добивали. Давайте включаем круизный сектор. Зарядка. И нам сейчас нужно будет как можно быстрее. А там что у нас? Оборонительная платформа. Еще одна оборонительная платформа. Что в распоряжении? Так, сферический дятел, подожди пока. У нас тут супер важные задания. Нам нужно будет... Так, спасательная капсула в секторе пограничный край атакована. Интересно, чья это спасательная капсула? То есть это здесь где-то в нашем секторе. Все, начинаем разгон. Так, кто это в нас? Режим круиза отменен. То есть нам не дают нормально разогнаться. Давайте опять. У кого неизбежен взрыв? Кто там у нас сейчас погибнет? Ну, у нас гремучая змея был атакован. Давайте сейчас на паузе посмотрим, чем тут рискует гремучая змея. А, тут скорее всего взорвалась одна из секций вот этой вот защитной платформы и немножечко задела гремучую змею. Давайте мы на всякий случай удалить все приказы и на всякий случай дойдем ей команду вот так вот отлететь немножечко в сторонку. Вот можно будет к вот этому защитному кораблю противостоянию Токио. Но здесь могут попасться какие-нибудь нехорошие у нас платформы, которые обстреливают земной защитный дрон. Да нет, все в порядке. Смотрите, проверяем. Две гремучие змеи. Третья гремучая змея у нас летит для того, чтобы поставить новые щиты. Две осоки тоже у нас в порядке. И наша лебединая песня Де Лайлы стремительно приближается. Давайте разгоняемся. Мы тут обнаружили кое-что. Да что ж все одновременно-то в этой игре-то происходит. 19 километров. Ну, ничего не делайте. Потому что вы, во-первых, на гремучей змее точно не сможете попасть в этот контейнер. Там нужно стрелять из одной маленькой пушечки. Давайте сейчас обезвредим опасность. Ну, а дальше можно будет переключаться на сферического дятла и выполнять свое основное задание. Жду распоряжения. Так, гремучая змея 2 уже отлетела. Давайте мы ей дадим задание сразу же, чтобы простоя никакого не было. Да, она пошла в безопасное место у нас. Ух ты. Так, это мы с вами обезвреживаем. Вот гремучая змея у нас вторая сверху. Ну и почему бы не дать задание разгромить защитную... А смотрите, мы уничтожили эту защитную платформу. То есть нам останется сейчас последнюю защитную платформу уничтожить. И мы будем властвовать в пограничном крае. То есть сектор полностью перейдет на наше управление. Давайте тогда вот сюда вот отлетаем и ждем. Осака там с кем-то дерется. Ладно, пусть она у нас там добивает. Раз, два, три. Три средних корабля и один крупный корабль. Я думаю, что если мы сейчас быстро снимем щиты... Давайте попробуем. 9 километров. Вот 8 километров. 130. Давайте назад отходим. Вот так мы уже можем начать бить. Все. Сейчас главное не перегревать наши турельки. Самое главное остановить вот этот вот корабль, чтобы он к нам никак не мог приблизиться. Ну и по-быстрому снять щиты. Потому что как только мы снимем щиты, у нас уже не будет никаких проблем со снятием корпуса. Так. Но у нас проблема, то что у нас пушки очень сильно быстро перегреваются. Давайте отходим назад. И нельзя, чтобы он подлетел к нам ближе, чем на где-то 5 километров. Даже 5 с половиной. Все. Мы теперь к корпусу перешли. А это значит, что мы спокойно снимаем вот этот вот корабль К-класса. Еще буквально один залп полного орудия. Давай-давай остываем. Там вон я вижу полетели большие и крупные корабли. Ну все, добиваем уже. Тут нам больше ждать нечего. 45 процентов. Одного такого в залпах вполне хватает. Чуть-чуть не хватило. 6 процентов. Давайте добиваем. Ага. Все, готово. Корабль уничтожен. Итак, 2 километра. Вот они у нас все как раз сверху идут. Все на расстоянии 2 километра. И они неплохо нас так обстреливают. Поэтому мы сейчас их сначала уничтожим. Так, 244. Вот второй кораблик идет. Так, второй кораблик. И третий вот тут заодно еще и кораблик. Пришли нам на помощь. Смотрите, там вон это земной корабль противостояния вторжения. Этого мы сейчас добьем, я надеюсь. Так, давайте. Ну, что он не хочет в него попадать? Не совсем понятно. Так, готово. Первый уничтожен. Это мелкий корабль. Мы даже не будем на него агриться. Сейчас, сейчас мы вам выдадим все распоряжения. Мы вам расчистим вот здесь вот всю площадь, чтобы вы спокойно сюда могли перемещаться. И к следующей защитной платформе. Так, еще у нас это мелкая М-ка. Осака. Астероид. Астероид. Гремучая змея. Астероид. Так, они все уже подлетели. Здесь где-то был вот у нас еще третий корабль. 7 километров до него. Давайте сейчас его догоним. Уничтожим. Ну, а мелочь нам будет абсолютно уже не страшна. Так, 5 километров. 250 метров в секунду он идет. С нехилой такой скоростью. Давайте наводимся. Трудно вот в таком вот положении попасть. А все, мы с вами его полностью уничтожили. Ну что ж, друзья, давайте на паузе посмотрим, где мы сейчас. Да, здесь у нас вот всего лишь одна рейдерский корабль остался. Давайте мы его последний тогда добьем. А мелочь мы трогать не будем. Мелочь она у нас сама разобьется об нашей защитной. Крупные турельки. У нас, конечно, эсминец очень трудно разворачивается. Сейчас дадим зал. Вот так вот. И так промазали. Интересно. Давайте дадим еще один зал. Все, готово. Этого мы с вами тоже уничтожили. То есть все крупные корабли мы с вами полностью разгромили. Ну что ж, друзья, нам сейчас нужно будет... Ага. Нам сейчас нужно будет собраться всем в одной точке. Поэтому давайте, гремучая змея, удаляем все приказы. И будем собираться где-нибудь вот здесь. Все в одной точке. Мы с вами соберемся. И разобьем остатки вот этих вот кораблей. Здесь тоже лететь и ждать. Заодно одни у нас подремонтируются. Осака уничтожит все приказы. Тоже летим вот сюда. И последняя Осака. Тоже удаляем все приказы. И перелетаем вот сюда. Ну и лебединая песня Делайла. Пусть у нас теперь все делается в автоматическом режиме. Где там капитан? Он должен вот отсюда у нас прийти. Давайте посмотрим. Да, вот он у нас идет. И мы ему сейчас дадим задание стать флагманом для того, чтобы разбить вот эту вот последнюю защитную платформу и захватить в автоматическом режиме полностью весь сектор. Давайте удаляем приказы. Но здесь нам придется для начала немножко подремонтироваться, друзья. Все, нормально сейчас здесь встанем. Может быть корабль догадается помочь нам. И первый нападет на защитную платформу. Дело в том, что сначала нужно будет выбить здесь плазменные турели. Причем как здесь, так и здесь. У них здесь расстояние маленькое. Там всего километров 10. Если корабль будет пролетать вот здесь, ну любой из наших эсминзов, он попадет под перекрестный огонь. Чего бы нам сильно не хотелось. Ну все. Что, распоряжение? Да, давайте. Сферический дятел ждет нашего распоряжения. Мы телепортируемся. Все, как всегда, происходит у нас одновременно. И задания мы тоже выполняем одновременно. Давай, давай, давай. Побыстрее отсюда уходи. Нам нужно будет разведать угнанный корабль. Где-то он находится... Вот он у нас совсем рядышком. До него... Кобра. Смотрите, это корабль М-класса. Кобра. И судя по названию, потому что всякие гремучие змеи, кобры, питоны, это все корабли сплицкие. То есть сейчас нам придется или биться с ним. А смотрите, здесь нейтрал написано. Ноль. То есть это ничейный корабль, и мы его вполне можем захватить, друзья. Что ж, давайте сейчас этим как раз и займемся. Так, Осака, подожди немножко. Тип этого корабля соответствует нужному. Но я не уверен, действительно ли это тот самый. Этот, похоже, вообще брошен. Как странно. Вам следует попытаться получить к нему доступ, чтобы мы могли извлечь больше сведений из служебных журналов корабля. Нам нужно будет захватить этот корабль, охранять Кобра. Зачем нам ее охранять? Давайте мы сделаем по-другому. Стыковка невозможна. Стыковка пока что невозможна. Тогда мы встаем, друзья. Дэвика, Нарита. Привет. Иди пока... Да, садись за кресло. А я в скафандре по-быстрому смотаюсь и заберу себе еще один новенький кораблик. Здесь надо Ctrl-2 включить и смотреть, где здесь находится... Обычно вот перед вот таким вот шлюзом находится система, которую нужно будет отремонтировать. Вот, я уже вижу. Там лебединые песни подлетели, но мне разорваться не могу. Нам придется сначала выполнить одно задание, потом мы выполним другое задание. Так, давайте. Тормозим. И переключаемся на ремонтный лазер и ремонтируем. Все, готово. О, Боже! Нет! Что случилось? Очевидно, во время вторжения Патриархата этот корабль был остановлен, а его экипаж захвачен. Этот корабль теперь наш или не наш? Должно быть все это произошло еще до того, как брата нас соединились. Телепортироваться. Это явно не тот корабль, поэтому давайте обратим наше внимание на другие потенциально возможные места ее пребывания. Вот именно, на другие. То есть это не тот корабль? У меня имеется огромная куча данных, но вычислить возможное местоположение наших беглецов достаточно точно я не могу. Отправляю их тебе. Ты такие задачки обожаешь. Босса поможет тебе выследить их, чтобы мы могли попытаться договориться об освобождении заложницы. Так, ну что ж, не заимели корабль, но задание пока что не выполнено. Далл предоставил внушительное количество записей данных с датчиков кораблей, пересекавших секторы свободных семей во время своих торговых рейсов. Анализируя логи и сопоставляя их с описями грузов, я сумел выделить несколько кораблей, заслуживающих более пристального внимания. Я отмечу вам их расположение на карте. Нам сейчас нужно будет найти еще другие корабли. Давайте разведать угнанный корабль. И наверняка нам его тоже подарят. Может быть это задание, мы соберем целый флот и будем с кем-то биться. Но правда кораблики у нас маленькие, вот М-класса. А давайте вообще посмотрим на паузе, что это за кораблик. Вот Кобра, насколько он хорош, насколько он по сравнению с нашими катанами, нашими основными боевыми кораблями М-класса. И посмотрим обзор по кораблю. Итак, корпус 32, если я правильно помню, у катана это меньше, что-то в районе 20. И щит у него 8, но я так понимаю, что щит у него не земной, да, сплитский, причем первого уровня. Если мы поставим сюда земной щит, у нас здесь тоже будет что-то в районе 20. То есть получается, что по корпусу и по щитам Кобра даже лучше, чем наш корабль катана. Дальше, по скорости 165. Ну, такое себе, но видимо у нас тут с двигателями проблема. Да, нам нужно будет поменять на другой двигатель. Сейчас посмотрим, какой наиболее выгодный. И скорость ускорителя. Вот, в круизе 800. То есть никакая скорость в круизе. Нам придется сейчас выискать нужный нам и генератор щитов, тоже МК-1, причем он сплитский. Их два, правда, стоит. Ну что ж, хороший кораблик мы с вами заимели. Его сейчас нужно будет, во-первых, переоборудовать. Давайте посмотрим. Ага, у нас здесь подошли корабли и летит противостояние вторжения. То есть скоро мы начнем захватывать защитную платформу. Я, наверное, сделаю это за кадром, потому что, ну, немножко нудное занятие. Подлететь. Сначала одним кораблем выбить плазменные турельки и только после этого дать команду фас всей нашей эскадре, чтобы она разбила вот эту вот защитную платформу, чтобы они абсолютно не пострадали. Потому что от мелких лазеров наши щиты спокойно выдерживают. Ну ладно, друзья. Задание примерно понятно. Давайте отпускаем с паузы. И нам сейчас нужно будет отсюда улетать. Я дам сразу же команду нашему сферическому дятлу. Так, а что у него здесь у сферического дятла? Найти и нанять капитана. Это для нашей кобры. Что ж, отлично. Давайте сферическому дятлу даем задание перелететь вот сюда. Хорошо, что у нас есть телепортация. Так, погнали. Почему у нас не может вот сюда вот перелетаем? Здесь наверняка будет какой-нибудь... Да, нам сказали, что здесь будет корабль. А мы тем временем сделаем следующее. На кобре мы сейчас... Давайте отойдем тоже вот к этим вот вратам. И я сюда бы поместил бы какого-нибудь другого капитана. А именно, берем сейчас лебединую песню Делайла. Там у нас самые лучшие капитаны. Информация, люди, экипаж. Дальше. Текущую роль мы выбираем капитана по максимальному навыку. Вот две звезды. Эстебан Асира. Отличный капитан. Поработайте на меня в другом месте на кобре в качестве... В качестве капитана. Отлично. Назначаем. И, друзья... Все. Через несколько минут сюда прибудет капитан. И этим кораблем у нас... А уже прибыл. Приветствую. Здорово тебе, Эстебан. Ты как-то прям мгновенно к нам прибыл. Смотрите, разведать угнанный корабль. Давайте мы теперь посмотрим. Я когда смотрел, у него корпуса вообще нет никакого. Подожди, Эстебан. У меня есть одна идея. Дать семинар по пилотажу. Не можем мы дать никакого семинара по пилотажу. К сожалению, у нас они закончились, друзья. Ну ладно. Давайте мы тогда сейчас сделаем вот что. Мы дадим задание вот этому новенькому кораблю. Сначала нужно посмотреть Кобра. Итак, корабли. Дальше боевые корабли. Истребители снабжения. Ищем, где у нас написано Кобра. И смотрим, какие у них показатели. Смотрите. Сплитский армейский двигатель МК-3. 700 нам даст. Но зато круиз у него будет... Круиз у него будет, я так понимаю, плохой. Но нам круиз не особо важен. Нам главное, чтобы он в бою хорошо маневрировал. А 700 в бою это будет, ну я считаю, очень неплохо. Дальше МК-3 у нас уже стоят. Армейские двигатели и генераторы земного щита. Да, земные щиты это имбовые щиты. Давайте сейчас посмотрим, где мы на этой Кобре ближе всего к каким из секторов. Ну, самое близкое, конечно, это сплитские сектора. Поэтому отправляемся сейчас на Кобре. Вот сюда вот апгрейд, ремонт. И смотрим, где у нас можно взять максимум. Так, армейский даст нам 670. И 3300 в круизе. Круизный. 4 400, 638. А многоцелевой? 638, 3100. Так, многоцелевой отпадает сразу же. 4 400, 670. Ну, смотрите, здесь у нас круиз 3 300, а здесь 4 400. А разница между скоростью 640 и 670 всего 30 метров в секунду. Следовательно, давайте мы поставим, хоть у нас и скорость будет поменьше, но зато у нас круиз перелетный будет гораздо выше. То есть сектор в сектор мы побыстрее будем перелетать. Да, на целую тысячу у нас здесь прибавляется. Итак, здесь круизный двигатель ставим, щитов здесь, к сожалению, нету, боковушки у нас третьего уровня. Это мы будем менять у землян, импульсные лазеры. Ну, здесь сложно сказать, какие лучше всего ракетные установки, нейтронный гатлинг. Ох ты, здесь нужно будет изучать вот это вот все оружие. Давайте мы сделаем следующим образом. ПО, стыковочный компьютер второго уровня. Мы с вами дальнего сканирования тоже, полицейский сканер делаем, расширение торгового компьютера тоже делаем. Дальше, здесь у нас защитные есть и ремонтные дроны. Так, давайте мы здесь возьмем грузовой 1, защитных парочку, а ремонтных, то есть тоже парочку. Вот так вот у нас здесь 5 как раз получилось. Спутник связи. Давайте возьмем сразу же, ну, штук вот так вот 10. Так, дальше улучшенных спутников возьмем 1, на всякий случай навигационный тоже 1, исследовательский. Это для того, чтобы если нам какое-то задание дадут, то бывает, знаете, как там, поставить навигационный спутник. А у нас придется лететь, возвращаться, а здесь они стоят копейки, поэтому давайте лучше возьмем. А смотрите, он хоть и М-класса, но у него есть лазерные башни МК-2. Давайте возьмем сразу штук 20, неплохо. Мины я не беру, свой, чужой. Вот эти вот противоракетные мины еще заберем. Все, добавить в корзину, подтверждаем свой заказ. Сейчас у нас, с паузы снимаем, сейчас у нас корабль сам автоматически перелетит в нужный сектор. Все, полетел, а мы тем временем перемещаемся на сферический дятел. Да подождите, вы все одновременно-то давайте, гремучая змея, чем у нас занимается? Встала в секторе и щемят мелкие корабли, которые у нас перелетают от одних прыжковых врат вот в другие прыжковые врата. Ну, мне пока что некогда им заниматься, давайте мы телепортируемся в сферический дятел и продолжим выполнение задания сплитской сюжетной ветки. Вход в систему, пожары, разгрома. Так, вы уже прибыли или нет? Давайте посмотрим, где она у нас летит. Все, она у нас прибывает к месту назначения. Вот сюда давайте сразу же тогда дадим. И я бы, наверное, управлял бы вручную на всякий случай. Так, давайте мы все-таки попробуем вручную управлять, потому что сейчас может на нас или кто-нибудь напасть, или какие-нибудь мины сейчас, как всегда, из-под тяжка у нас в задании. Поэтому я лучше вручную буду управлять. Я всегда смогу спасти вот этот вот корабль, если им не тупит ИИ. Подлетаем к месту нашего назначения. Все, тормозим. Так, здесь у нас... Эти обломки внешне похожи на корабль, который мы ищем, но они принадлежат другому типу. Так, а это обломки? Да, к сожалению, обломки. Нет, мы поисклидем этих дальше. Я согласен. Разведать угнанный корабль теперь следующий. Брыжковая врата. Усилие Тарка. Автопилот. Так, ну что ж, давайте тогда включим автопилот. И он у нас сейчас перелетит. Так, в какой сектор? В соседний сектор. Все, мы с вами приближаемся. Автопилот. Неизвестная зона. Так, давайте тормозим. Тормозим, говорю. Вон какой хороший большой кораблик. И не успел я. Это судно. Кажется, из камня. Да. Действительно, это камень какой-то. Что нам скажет Долбуста? Это ты по показаниям датчиков догадался. Нечеткие показания могут приводить к низким уровням достоверности. Так, разведать угнанный корабль. Ускоритель. Ущелье Тарка. 16. Ну что ж. Автопилот задействован. Погнали на автопилоте. Мы сейчас будем продолжать искать угнанный корабль. И как вы видели только что, босса-то ошибся. Жду распоряжение. Гремучая змея у нас прибыла на место. Смотрим. Да, здесь сейчас они защемят вот эти вот все корабли. Так, по пути. Но они у нас идут на круизе. Жду распоряжение. Так, это кто? Это неужели у нас уже прилетело? Нет, это Осска пока что прилетела. Хотел сказать, неужели у нас уже наша... Где она? Кобра? Нам сейчас нужно будет ее хорошенечко отремонтировать. Поставить суперщиты. Смотрите. Здесь у нас ксеноны и какая-то рейдерская группа напала на защитную станцию. На пожароразгромы. И они здесь уже даже строят оборонительные платформы. Ух ты. Смотрите, корабль Кей-класса. Знаете что? Это на самом деле неплохо. Пусть она разбивает вот эти вот пожароразгромы. Смотрите, сколько здесь врат. То есть у нас здесь такая перепутится. И когда он станет ничейным или ксенонским, тогда мы заберем его себе. И это будет наш зеленый сектор. А пока что нам нужно будет быстро прошмыгнуть на нашем маленьком добитом корабле и отремонтироваться. После этого уже будет не так страшно на нем уже перелетать и даже воевать. Мы уже, наверное, подходим к нужному нам месту. А вот этот корабль, кажется, вполне соответствует описанию предоставленному талам. Так, где корабль? Вам стоит попробовать спросить пилота, не избегали ли они недавно из рабства со сплитской станцией? Да я бы с радостью спросил, но я пока что не вижу никакого корабля. Так. О да, это будет в самый раз. Если серьезно, просто спроси их, куда они направляются. Ну или что-нибудь в этом духе. Кобра. Жду распоряжений. Следовать за угнанным кораблем. Давайте все-таки мы одно задание сначала доделаем, а потом уже будем щемить защитную платформу. Потому что, ну, разорваться действительно практически невозможно. Смотрите, он идет на приличной скорости. То есть он разгоняется. Но у нас 985 метров в секунду. Что распоряжений? Мы догоним кого угодно. Если только он в круизе не пойдет. Нет, не пошел. Кстати, очень крутой корабль. Угнанный. Так. Не написано. Свободные семьи. Плюс 24. Не хотелось бы с ними воевать, если честно. Давайте. Так. Следовать за угнанным кораблем. То есть нам не нужно близко приближаться. Но и отставать тоже от него нельзя. Поэтому сейчас встанем километров в 8. И будем аккуратненько. Вот так вот. Все. Не будем сильно приближаться. Пойдем за ним. Вполне возможно, уже работает система уравнять скорости. Вот так вот. Все. 5 километров. Мы спокойно следуем теперь за ним. Посмотрим, куда нас приведет этот корабль. Интересно. Когда мы выходим на карту, у нас сбрасывается вот эта вот система уравнения скорости. Давайте попробуем. Заходим. И сюда. Да, сбрасывается. Поэтому нам так делать особо-то сильно-то и нельзя. Попробуем аккуратно. Не умереть. Если что, мы можем быстро улетать. Но у него корабль, как вы видели, тоже. Первое и последнее предупреждение. Не приближайтесь, иначе мы открываем огонь. Ага, они нас засекли. Что-то они выглядят не очень дружелюбно. Все-таки нужно было приближаться для того, чтобы скрипт сработал. На его плечах ответственность за жизни других беглецов, находящихся на борту. Если мы хотим забрать заложницу, нам придется попросить его очень убедительно. Блин, стрелять придет. Атаковать угнанный корабль. Из этого действительно никак не обойтись. Давайте послушаем босса так. Нужно, чтобы они лишь поверили, что их готовы и убить. И да, постарайся не зацепить каюты экипажа. Ну что ж, давайте. Мы атакуем этот корабль. И придется нам сейчас... Смотрите, он уходит. То есть у нас пушки довольно коротенькие. Всего лишь бьют на 2 километра, что не очень хорошо. Что ж, давайте подходим. Смотрите, на 2,5 километра они у нас всего лишь работают. Так, и нам главное не попасть под обстрел. Давайте мы сейчас будем стрелять. Надеюсь, что... А, полтора километра? Смотрите, они у нас встали. Так, давайте назад. Иначе у нас большущие проблемы сейчас начнутся. Смотрите, они нам почти полностью знали щиты. А нам нельзя убивать. Там же находится заложница. Что вообще за дебильные задания? Я не совсем понял. Так, прекратится огонь. Ага, вот в чем фишка. Состыковаться с угнанным кораблем. Ну что ж, давайте запрашиваем разрешение на стыковку. Разрешение на стыковку получено. Ну что ж, вроде бы повезло на этот раз, что ни нас не уничтожили, ни мы никого не уничтожили. Отличная мягкая посадка. И... Стыковка завершена. Так, наверное, нужно будет подождать. Давайте встаем. И что случилось? Новые сообщения. Так, вот у нас девушка вышла. Поговорить, наверное, нужно будет с ней. Давайте попробуем с ней. Состыковаться с работорговцем номер 3. Так, что-то здесь, похоже, немножко у нас переглючило. Нам нужно отстыковаться и состыковаться с другим кораблем. Давайте мы с ней попробуем сейчас поговорить. Не хочет она больше с нами разговаривать. Мы на корабле, на котором должен был быть диалог, но у нас немножко подглючило. Давайте мы тогда... Отстыковка. И состыковаться с работорговцем номер 3. Где он у нас? А вот он у нас впереди. В 47 километрах. Ну что ж, включаем круизный привод. И полетели с работорговцем номер 3. С-класс, стандартный стыковочный порт. Нет, корабль-то большой. Это Л-класс. Мы спокойно там застыкуемся. Приземляемся на корабль работорговцев. И сейчас нам что-то предстоит сделать. Итак, встаем. Смотрим. Входящий вызов долбуста. Слушаем тебя внимательно, долбуста. Перед уходом тебе неплохо бы поболтать с этой особой. Сейчас поговорим. В конце концов, мы уже почти подружились. Поговорить с Ла-ткшн. Это она, это Ют Кынг. А нам нужно будет... Давайте на всякий случай поговорим с этой. Стой минуточку. Ты хочешь с нами разговаривать? Не хочет. Смотрите, у нее абордаж, бывшая заложница. Ну ладно, давайте. С Ла-ткшн. Нам нужно будет переговорить. Это где-то какой-то особый отдел. Я так понимаю. На мостике корабля работорговцев. Итак, да. Это гремучая змея. И здесь, смотрите, женщина-работорговка. Ну, с такими характеристиками мораль у ней полная. Управление полное. То есть, это был бы у нас хороший менеджер по управлению. Ну, давайте переговорим. Существо приглашается на борт работорговца-3. Сплит не потерпит вмешательство чужаков в дела сплитов. Беглецы были под наблюдением. Был установлен контакт для переговоров об освобождении заложницы. Ситуация с заложницей находилась под контролем. Безрассудное поведение существа поставило под угрозу жизнь сплитов. Это она про нас так говорит. Тем не менее, существо пыталось спасти одну из наших соплеменниц. А потому пилот может загладить вину, посетив похороны славного боевого героя сплитов. Пилот найдет наш корабль возле ускорителя в средоточении желчности. Кроме того, пилот поднесет традиционный подарок – икру. Так, нам нужно будет... Задание выполнено с бунтовавшейся рабы. Нам нужно будет раздобыть яичная икра. Мне кажется, что у нас яичная икра есть. Я нашел еще кое-что на счет у нее в записях торговой станции. Это, по всей видимости, была спройка. Сречь у сплитов женщина-советник при мужчинах, облеченных властью. В практику спроек изначально ввел патриарх Густглд, чтобы обуздать наиболее опасные проявления излишнего темперамента у мужчин-сплитов. Она приставлена к одному из младших патриархов по имени Ткртзнг, который торгует аргонскими рабами с патриархатом Зиард. Здесь она была, видимо, с целью улаживания инцидента с беглецами, и чреватого потери лица для ее правителя. У семьи Ткрт на сегодняшний день и так не слишком высокая репутация, чтобы ронять ее еще ниже. Давайте возвращаемся на свой корабль, друзья. И нам сейчас нужно будет раздобыть яичную икру. Мне кажется, что у нас яичная икра есть в достаточном количестве. Если что, мы сейчас тогда полетаем, и нам, наверное, придется побить другие корабли. Давайте сейчас посмотрим. Гремучая змея где у нас стоит? Так, гремучая змея в боевой позиции. Вот здесь вот часто бывает у нас тюнинговое ПО. Смотрите, закись нивидиума, всякие контейнеры, дополнительные топливные баки. Если вот сюда подлететь, здесь у нас бывает и яичная икра в том числе. Вот миеглит, например, есть. Так что нам сейчас останется всего лишь немножко пострелять ксенонские корабли. Заодно мы с вами разрушим вот эту вот защитную платформу и вот эту вот оборонительную платформу ксенонов. И после этого продолжим выполнение сюжетной ветки за сплитов. А на сегодня, друзья, все. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, поделитесь ссылкой на наше уникальное видео прохождение со своими друзьями. А с вами был Никодим. Увидимся в следующей серии, друзья. Вход в систему. Средоточие желчности.